итак мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сегодня переходим сейчас переходим к шейно-грудному переходу конкретно шею вот ставим человека в такую позу локтевую позу сфинкса так его назовем здесь важно чтобы прямой угол был у плеча в стол чтобы он не соединял я предлагаю обычно хвататься за стол впереди опускаем голову вперед расслабляем ее полностью и если видно что лопатки стыкуются дата может просить человек волосы поставить подружек и другу 8 продержите придерживаю вот и соответственно мы прощупываем открыть на полоте очень удобно пощупать и продиагностировать где что у человека не так получается 6 не ушел и соответственно надо попросить чтобы голову расслабил просто висит по собственным весом выкачается и мы определяем правильность положения позвонков позвонков не только по систематруском сзади да потому что может быть просьба на месте мы решили что я хотела позвонка а еще по боковым отросткам уберем за череп и крутим стороны нагибаем вправо-лево и назад все позвонки проверяем и отлана там поможем как этот рачек находится подлужу захватить справа больнее да именно сейчас вот справа видимо консультата уходит как и у славы вот проверили и ну почему я сейчас сжать не буду только покажу нет и держал головой вращаешь люди как они ходят диодами боковой отростки стыкуются где плотно зажатых выходят относительно друг друга но снова здесь проблема то есть здесь мы будем поворачивать соответственно в эту сторону и чтобы поставить атлантом вот теперь сами вот манипуляции что мы делаем прежде всего шейно-грудной перехода мы закрепляем свою руку по диагонали за плечо держим человек как ремень безопасности машины этой рукой расшатали его голову натяжение и можно немножко сплава вот сюда прожимаем и другую сторону и если надо с этой стороны да ты меняем подвигаем так вот еще раз так вот а второй рукой мы упираемся будет затылочную кость не до размере ну конечно все эти приемы на делать на разогретую после массажа теперь мы можем смотреть грудной отдел пройти практически до 12 грудного позвонка таким образом прожимаем желательно чтобы оситотрустки заражались между подушечки на другом этапе если не получается может в принципе бог могу ставить или в эту сторону как удобнее за счет того что мы вытягиваем шею то и скачаем качаем скачиваем потом доводим до был здесь я специально дальше не делаю оставлять себя на доработку теперь смотри если у человека сколиоз да то позвонки развернута обычно в дугой выпирают допустим вот влево соответственно с правой стороны они будут ротированы поднимая поперечную свою отростку сюда то мы можем не позвоночник давить а именно эти боковые отрезки вот так между лопаткой и позвонком ставим ладони будем давить вперед и вниз то есть по центру то есть сколиоз грудной двевосторонний отдаем справа так следующий прием вот у нас вот этот позвонок повыше то есть это уже четвертый пятый третий берем за голову меня опускаем вот проверяем чтобы лежало да делаем такие ключащие ключащие движения а сами первые сутки и после этого делаем импуляцию еще раз голову на бок кладем на руку аккуратно болтается получается седьмой и первой грудной почувствуешь не расслаблен полностью делаю манипуляцию тут важно не надо что голова расслаблена висела как капец как в мешочке а теперь вправо повернуть второй можно даже сделать смотри можно смотреть в принципе такой позе неудобно да если человек такой шарик я пока я вам пришел уже видите визуально что он легко будет работать то можно и отсюда произвести ему процессу вставили между плечом и шеи распорку из ладони да ну что грузу первичем о том чтобы еще не лежал но в принципе подобное мы будем делать еще лежа когда на спине человек сидя и стоя так ну чего теперь переходим к отработке всего на практике а вы из нас только видите и смотрите в ю тубе где-то зря вы это делаете лучше приходите к нам сюда на практику мы все отработаем на натуре на живых людях чтобы у вас навыки были готовы ваших руках и вы с понедельника пошли уже в работу их внедрять до встречи дорогие друзья с вами был олег алав гудвин пока пока